О чем хочется спросить, что бы это значило? То, что над всеми нами пролетел Карлсон, тот, который Такер. Приехал американский журналист, и его облизывают, извините за такое выражение, как сумасшедшее. При том, что разгоняли очень долго про то, что США это плохо, отвратительно и ужасно. Тем не менее, американский журналист прилетает, и к нему такой почет и уважение. С чем бы вы это могли связать, как бы вы это могли объяснить? Такой восторг, Барин приехал, да? Да. Но, во-первых, Барин приехал очень вовремя для того, чтобы помочь сгладить главный конфуз текущей ситуации, связанный с недопуском Надеждина. То есть, судя по таймингу, они прямо вот специально подгадали, чтобы минимизировать последствия. Сегодня, ну, я предполагаю, что это будет сегодня ближе к вечеру. Они объявят о том, что Надеждина не допустили. А завтра с утра начнется обсуждение, активное обсуждение интервью, которое будет опубликовано вот в ночь с сегодня на завтра. То есть, значит, все пропагандисты начнут разбирать все это на цитаты, начнут рассказывать о том, как восхищены болгары, в какой восторг пришли американцы. Вот. И, соответственно, ну, так вроде как будет выглядеть, что тема Надеждина умерла, продержалась буквально там один вечер. Вот. В общем, ну, такер это такая тяжелая артиллерия, которая, ну, действительно поможет, тут невозможно это отрицать, поможет им справиться с проблемой недопуска Надеждина. Ну, не полностью, конечно, но хотя бы частично. Но тут, как говорится, там, и малому будешь рад. Значит, дело в том, что, конечно же, недопуск Надеждина будет проинтерпретирован всеми, в том числе и сторонниками Путина, как, ну, то, что испугался конкуренции, да, сначала Дунцова испугался, потом Надеждина испугался, будет это воспринято как-то, ну, разочарование будет, понятно, понятно, разочарование в либеральном сегменте, но будет разочарование и в сегменте лояльном, то есть, ну, как-то вот от богатыря ты ждешь подвигов, да, а не того, что он будет там уклоняться от борьбы. Вот. И тут такой такер и, значит, тезис о том, что ха-ха, там, Путин испугался Надеждина, да, о чем вы вообще, смотрите, какие звезды там из Америки прилетают, чтобы взять у Путина интервью, значит, вашему Надеждину такое и не смелость. Вот. В общем, вот тут надо просто понимать причину вот этой любви Карлсона к Путину. Значит, она связана, вот тут надо вспомнить просто древнюю мудрость, враг моего врага, мой друг. Вот Карлсон, Карлсон это главный голос того, той эмоции, которая описывается в Америке как white grievance, от, значит, ну, горечи, значит, негативные переживания белых людей, связанных с эксцессами вот этой борьбы за равенство, которые там либералы, американские либералы, прогрессивисты ведут. И эта борьба действительно носит зачастую совсем уж гротесный характер. Ну, вспомним, значит, попытки там мыть ноги чернокожим погромщикам во время вот этого появления движения БЛМ. И да, вообще вот этот affirmative action, значит, когда на работу в университеты там берут, значит, чернокожих там по квотам, и белые зачастую получают отказ просто потому, что они не представляют меньшинств, ну, то есть они большинство, значит, и, соответственно, там должны уступать меньшинствам. То есть это все, ну, такая идея вот этого восстановления социальной справедливости, там, замаливания грехов перед прежде угнетаемыми меньшинствами от чернокожих до, там, ЛГБТ, например. Ну, логика этого движения понятна, да, но как любое социальное движение масштабное, оно, конечно, и несет огромные издержки, вот. Ну, что называется, научи дурака богу молиться, да. Или как у Губермана замечательно было сказано, возглавляя нации и классы, лидеры вовек не брали в толк, что идея, брошенная в массы, это девка, брошенная в полк. Вот, поэтому, ну, конечно же, там уже много лишнего принесено во все это. Вот, и поэтому поднялась вот волна таких негативных эмоций в этой связи у белого, консервативного белого большинства, значит, ну, сколько можно уже, да. И Карлсон, вот он, он прямо, ну, он эту тему оседлал, он на ней едет, и на сегодня он, пожалуй, самый главный спикер по этой теме. Он говорит, а я не хочу ни перед кем извиняться за то, что когда-то там люди с белым цветом кожи угнетали людей с черным цветом кожи. Я лично никого не угнетал, так, ну, в чем моя вина? Почему я должен уступить рабочее место там черному, которую я никогда не обижал и вообще первый раз в глаза вижу, а, значит, просто потому, что он черный, да. Ну, то есть в этом есть резон. Короче, я к чему? Потому что, поскольку, вот для Карлсона главные враги – это вот американские вот эти прогрессивисты, американские либералы, да, которые сгруппировались в демократической партии, прогрессивистское крыло демократической партии. И он вот ведет борьбу с ними не на жизнь, а на смерть, такую яростную борьбу, да. Исходя из логики «враг моего врага – мой друг Путин», который тоже является врагом для этих самых людей, а он, ну, для Карлсона уже даже просто на эмоциональном уровне, ну, его ненавидит мой враг, да. И Карлсон как минимум с любопытством на него смотрит. Может, он такой же, как я, враг меня ненавидит, его ненавидит. Вот. И, соответственно, и дальше уже, ну, на вот эту эмоцию первоначальную, такую доброжелательную любопытство, да, наслаивается уже понимание, что интересы тоже где-то совпадают, да. А в том числе и финансовые, значит, Путин, ну, не бедный парень, мягко скажем, да, значит, что-то с него можно поиметь. Все знают, что Путин активно финансирует всех подобного рода правых деятелей, там, везде, где только может. Вот. И вот они вот здесь находят общий язык. То есть, пытаясь доказать, что, значит, либералы-дураки враждуют с Путиным, Карлсон естественным образом пытается доказать, значит, всем, что Путин — это окей-гай. Вот. И, в общем, вот, то есть это ни в коем случае... Я к чему все это рассказываю, чтобы люди понимали, что это ни в коем случае... Кремлевская пропаганда будет пытаться преподнести это как такую прям вот любовь к Путину, восхищение Путиным, там, да, восторг по поводу Путина со стороны Карлсона. А я хочу сказать, что нет, это абсолютно утилитарная штука. Путин для Карлсона — это такой инструмент, с помощью которого он бьет своих главных врагов по головам, так сказать. Это дубинка, проще говоря, да. Вот. Плюс, я повторюсь, я думаю, что там есть и финансовая составляющая. Карлсон, ну, просто достаточно на него посмотреть, даже не надо изучать его биографию, но это крайне такой самовлюбленный нарцисс, да, и, конечно, он умен, он прекрасно понимает, какой подарок он делает Путину. И, ну, такие люди, такого рода люди, а у них, знаете, дружба-дружба — это бачок в росте. Вот. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, чтобы он за это не взял денег, и причем, ну, поскольку это действительно мега-популярный спикер, значит, он, я думаю, взял очень много. То есть российскому налогоплательщику — это история, по поводу которой он сейчас должен восхищаться, она на самом деле, ну, ему в копеечку-то влетела. Вот. Как-то так. В общем, в общем, вот главное, что мы должны из этого вынести, вот этот восторг нашей российской пропаганды по этому поводу, он, конечно, показателен. То есть он показателен, в какую, на самом деле, вот в какую провинцию Путин превратил Россию. Что, значит, они сами вот не могут путинский месседж разогнать своими руками, иначе, как помимо Карлсона. Вот когда случается кризис, например, с Пригожиным, да, чисто внутренний кризис, помните, ну, Пригожин же уже не был каким-то там карбонарием, революционером, да, там не был агентом госгепа, да, он вырос там, он вплоть от плоти системы, он вырос, так сказать, можно сказать, метафорически выражаясь, на коленках у Путина сидя. Вот, и в какой-то момент вот неумелый политический менеджмент довел до того, что там Пригожин вдруг оказался против системы и практически взорвал систему, да, и система не могла сама разрулить отношения с Пригожиным, которые являются ее частью, для этого пришлось выписывать Ашлукашенко, да, который, мы помним его откровение на следующий день, значит, который, ну, не сутки, там, чуть меньше это продолжалось, ну, там, скажем, давайте с утра до вечера, да, в течение полудня, а, значит, полсуток руководил фактически Россией, то есть Путин выступил по телевизору и куда-то исчез, а после этого, как Лукашенко сам рассказывал, и Российская Федерация не опровергла эти его слова потом, значит, он давал команды Бортникову, например, директору ФСБ, на секундочку, то есть президент Белоруссии, значит, дает команды президенту, ой, извините, директору ФСБ России, то есть, ну, получается, что без внешнего менеджера, да, приглашенного антикризисного, Путинская система оказалась не в состоянии разрулить собственные, ну, собственные сугубо внутренние проблемы, да, и та же самая история сейчас, они не могут путинский месседж разогнать, значит, потому что повесткой владеет, предвыборной повесткой владеет то Дунцова, то Надеждин, вот, и Путин там сам, в ходе своего триумфального переизбрания, который, кстати, оказывается постоянно на периферии повестки, да, и для того, чтобы встать в центр повестки, им надо выписать, значит, заокеанского эксперта, вот, притащить его и облизывать его, как вы сказали, со всех сторон. В общем, вот ситуация. Да, больше всего мне понравилась, конечно, ваша теория про отвлечение внимания, это всегда ценю и верю, и согласен с вами, что они будут отвлекать внимание от Надеждиной, того, что произойдет сегодня, судя по всему, с ним, официальное снятие, а вот, что касается, и согласен с вами про то, что они, скорее всего, будут платить Такеру Карлсону и большие деньги, не то, чтобы он требовал, но они наверняка ему и сами рады эти деньги дать, но вот, что касается примирения США, мы же видим, как они годами объясняли, что США это, там, исчадие ада, и ничего страшнее нет, вот теперь приезжает американец, получится ли у них убеждать, что американский журналист, это хорошо, и это правильно, ведь они же долго говорили, что любой американец это плохо, можно ли убедить сейчас кого-то в обратном? Ну, это ставка на то, что их аудитория, надо просто понимать их аудиторию, она же очень, ну, некачественная, вот выражаясь категориями, которые используют маркетологи, это такая непремиальная аудитория, мягко скажем, да, и есть надежда, что эти люди сегодня не помнят, что им говорили вчера, вот, ну, и какая-то часть аудитории у них действительно такая, поэтому для них это упакует, вот, примерно в следующую формулу, значит, да, там, Америка в целом деградирует, и этому сопротивляются здравые американцы во главе вот с Трампом и Карлфоном, и они-то понимают, в отличие от этих, значит, деградирующих, там, значит, леваков американских, которые захватили власть в стране, значит, простые американцы, голосом которого является Карлсон, которых является Карлсон, хотя, конечно, Карлсон, он из эвитной семьи, он совершенно никакой не, значит, непростой американец, так сказать, вот, значит, голосом которых являются, вот, Карлсон и Трамп, вот, они-то до них, наконец-то, все дошло, да, они прозрели, они, значит, услышали слово истины от великого вождя и учителя, там, Владимира Владимировича, да, и теперь вот прозревцы, значит, дружными шагами, значит, развалят скоро проклятый американский режим, и все мы вместе счастливы, вот, так сказать, заживем, вот, так что, ну, нарратив-то у них готовый, на самом же деле, и советские власти чем-то подобным пользовались, они тоже, с одной стороны, проклинали Америку, с другой стороны, ну, и вообще страны западных, стилистические страны, да, они их проклинали, с другой стороны, в каждой из этих стран у них были какие-то свои союзники, значит, и компартии, и их СМИ, да, и Пальмир и Тольятти, и все такие прочие, значит, прогрессивные, там, деятели рабочего движения, вот, на которых они, так сказать, молились, и которых нещадно финансировали, собственно говоря, одна из причин, почему Советский Союз, в конце концов, надорвался, потому что слишком дорого, вот это вот, вот это все Советскому Союзу встало, не случайно я упомянул деньги, которые платятся, значит, в данном случае, ну, как я предполагаю, Карлсону, вот. Возвращаясь от российско-американских дел к российским, да, мы с вами коснулись уже Бориса Надеждина, у вас прям нет сомнений сегодня в том, что ЦИК его снимет, я говорю не про юридическое, да, вот, действие, а про то, что он не будет в бюллетене, вы не сомневаетесь, просто чтобы уточнить. Ну, смотрите, Дмитрий, я маленький шанс закладываю, знаете, на что? На то, что они все-таки, поскольку речь идет о власти, значит, ну, они готовы, вот, о реальной власти, они готовы пуститься во все тяжкие инструменты у них есть, у них есть спецслужбы, в конце концов, которые, ну, мягко скажем, не чураются самых грязных форм, способов борьбы с оппозицией. Поэтому, вот, если они решат, что они Надеждина полностью взяли под свой контроль, ну, условно говоря, я вот, значит, отфантазирую, понятно, никакой информации по этому поводу у меня нет, значит, ну, взяли там детей-заложники, да, детей Надеждина, и теперь они абсолютно уверены, что он вот никуда не дернется, лишнего ничего не скажет, то есть будет вести себя ровно так, как ему велят, то есть будет не столько накачивать антивоенную повестку, сколько ее будет дискредитировать. Ну, в этом случае они могут, конечно, его зарегистрировать, да, с тем, чтобы потом его триумфально разгромить, и с тем, чтобы вот он, ну, это будет в том случае, если они будут уверены, что он, повторюсь, лишнего не скажет, то есть он будет говорить такие вещи, которые, в конце концов, приведут к тому, что от него отвернутся все, кто сейчас готовы за ним идти. Вот если у них такой уверенности не будет, значит, то тогда они его не зарегистрируют, потому что если Надеждин будет вести компанию примерно так же, как он сейчас ее ведет, он реально их выиграет. Вот я вот искренне говорю им, что я как политтехнолог, я прям наслаждаюсь вот тем, как Надеждин ведет свою компанию, при том, что еще в декабре я, так сказать, со скепсисом на все это смотрел, но сейчас я вижу вот те вещи, которые не нравятся, значит, ядру протестного электората, значит, вот наиболее решительно настроенным противником путинского режима, проукраинским, так сказать, силам, вот это вот его неготовность, там сказать, я Путина отправлю в Гаагу, да, я, значит, там тут же отдам все, там, включая Крым, вот это его неготовность это сказать, который, повторюсь, конечно же, раздражает какую-то часть оппозиционного ядра, эта же самая вещь, эта же самая история открывает для него вообще вот такие широкие дороги, такие широкие возможности в направлении основных масс электората российского, то есть он реально способен захватить большинство, большинство, которое разочаровано в Путине, по двум причинам, значит, первое, значит, он, ну, кто, то есть кто-то из вот этого большинства разочарованного в Путине считает, что он вообще делает какие-то неправильные вещи, а кто-то считает, что он может и правильные вещи декларирует, но он их не в состоянии реализовать, у него ничего не получается, ну, то есть все разваливается, там все прогнило, а, значит, результат паршивый, ну, то есть, проще говоря, обещал Киев за три дня, а, значит, сейчас получается, что увязли и скоро вообще каким-то калапом все закончится, вот, то есть недовольных массы, и вот сейчас Надевлин как раз занимает такую осторожную позицию, значит, вот там, где нет, вот, как у большевиков, значит, там, мы за поражение Отечества в войне, да, вот, это как раз и нравится вот этим всем людям, то есть они вдруг, понимаете, раньше что делало их консервативными и подталкивало их в сторону власти как раз, при том, что они были уже недовольны, их смущало как раз то, что, знаете, то, что, может быть, Путин-то и плох, да, но революционеры, которые пытаются его свалить, доведут ситуацию до вообще вот гражданской войны, и тогда будет еще хуже, да, и вот прям как у Ганнатаса, значит, не хотят они, вот, стремиться к незнакомому злу, да, значит, предпочитают терпеть зло знакомое, чем Бексон к незнакомому стремиться, вот, и тут Надеждыным дает надежду, что на самом деле вот есть третий вариант, не то, что либо революция, либо путинский консерватизм, болото, а на самом деле есть третий путь, осторожные изменения без революции, значит, и люди в восторге, на самом деле, от всего этого, ну, то есть они настолько истасковались по вот этой нормальности, которую предлагает Надеждин, да, то они реально за ним пойдут, вот эти выборы, если там будет Надеждин со своей антивоенной повесткой, повторюсь, если он продолжит примерно в том же духе, что он действует сейчас, он просто превратит самим фактом своего присутствия в бюллетне, он превратит эти выборы в референдум по вопросу о том, хотим ли мы, чтобы вот эта ненормальность продолжалась или хотим нормализации. И поскольку большинство, очевидно, проголосует за нормализацию, вот, ну, Путину вот этого всего избежать будет крайне сложно. Он сам, конечно, пытается сейчас тему нормализации оседлать, вот, но у него, во-первых, это не очень хорошо получается, потому что ему одновременно надо удовлетворять запрос вот этих всех оголтелых, так сказать, этих патриотов, да, не привести к разочарованию, вот, во-первых. А во-вторых, ну, в целом, ну, че, он, 25 лет у власти, люди уже в слова перестали верить, вот. Вот, значит, они смотрят на дела. Да, конечно, какие-то дела Путина организует. Я думаю, что сейчас, вот, как раз вчера, по-моему, об этом, или позавчера, написал об этом, что сейчас они, по всей видимости, основную массу мобилизованных вынудят записаться в контрактники, а самую упертую часть, та, которая откажется контракт подписывать, они, вполне возможно, перед выборами демобилизуют. Они, как бы, пойдут навстречу вот этим женам, да, и, значит, такую вот, знаете, развели малину такую, организуют. Значит, смотрите, там вот люди демобилизованные едут домой, значит, у них грудь в орденах, полные карманы денег. Их дома встречают счастливые жены, дети, апофеоз традиционных семейных ценностей, все, как мы любим. И, значит, вот создадут у людей тем самым ощущение, что, ну, на самом деле, конец близок. Вот людей-то в Путине как раз очень сильно пугает то, что конца края всему этому не видно, то есть эскалация же налицо, да, а тут как раз создается ощущение, что, ну, вовсе не обязательно быть против Путина, если ты хочешь, чтобы это закончилось. Вот еще чуть-чуть надо просто потерпеть, и, может быть, скоро действительно закончится. Вот уже и люди с фронта поехали. И Путин в качестве такого миротворца выступает, там миролюбивые месседжи посылает, и американцы, вон, смотрите на Карлсона, так сказать, уже его слушать готовы, внимательно к нему прислушаются. Вот. То есть Путин, конечно, пытается эту проблему решить, значит, но я думаю, он ее может отчасти решить, если Надеждина в бюллетене не будет. А если Надеждина будет, то с учетом того, что в целом, вот повторюсь, ну, в словах Путина изверились, то есть в основном смотрит на дела. Но Путину это удастся не очень эффективно. Знаете, как говорят, верю каждому зверю, а тебе езжу-погажу. Вот. Но он изверился уже. Просто он потерял доверие основных групп населения. Они уже так со скепсисом ко всему тому, что он говорит, прислушивается просто к тому, что, ну, слишком долго он что-то говорил, и постоянно что-то говорил, и много-много чего наговорил, и много чего наобещал. И все уже привыкли, что слова, путинские слова с реальностью очень сильно расходятся. Вот. В общем, я думаю, что не рискнут они играть с Надеждиной, хотя, конечно, их интерес понятен. Выборы без Надеждины – это убожество, а не выборы. Они не легитимизируют Путина. Ведь ради чего выборы нужны? Нужна инъекция легитимности. А выборы без антивоенного кандидата – это очевидная подмена, это очевидный фейк, да, по главному вопросу политической повестки по вопросу о войне и мире. У людей, по сути, нет выбора. Все кандидаты, кого не возьмут, все за войну. Вот. И люди так это и воспримут, как то, что дурят нашего брата. Вот. А если будет антивоенный кандидат, конечно, это уже выглядит гораздо более серьезно, как, ну, действительно, такая нормальная, нормальный выбор. Вот. Поэтому соблазнод допустить антивоенного кандидата велик, но слишком велик риск получить такую, знаете, русскую Тихановскую на выходе. Поэтому, повторюсь, я думаю, его не допустят. Допустят только в том случае, если будут на 100% уверены, что они его контролируют, и он никуда не дернется и будет делать то, что им надо. Пока он не делает то, что им надо. Пока он делает то, что надо ему, и он очень-очень эффективно движется вперед. Потенциал тех десятков тысяч, которые выходили за него и вставали в очереди, вы не очень верите, что эти люди, которые стояли, ставили подписи, что они выйдут на площади, будут митинговать, руки прочат Надеждина, ямы Борис Надеждин и так далее? Ну, нет, Дмитрий, все-таки силовики лояльны Путину, они жестоки. Посмотрите, как подавили башкирский протест. Одного человека насмерть просто забили в автозаке, второму сломали позвоночник, несколько сот человек уже арестовано. Поэтому, почему люди, собственно говоря, и бросились сначала к Дунцовой, потом к Надеждину, потому что они предложили безопасные формы выражения своего несогласия. Понимаете? То есть до этого люди сидели дома, потому что способов легально выразить свое недовольство не было, а нелегально они боялись. Большинство, ну, большинство везде, это мирные обыватели, которые не готовы рисковать во время политических идеалов. Вот. И тут, когда вот приоткрылись, так сказать, врата возможностей, появилась возможность выразить свое несогласие с происходящим без рисков загреметь на нары, вот, ну, либо с минимальным, так сказать, риском. Да, вот тогда люди туда и ломанулись. Поэтому выходить на улицу на несогласованные акции, это все-таки гораздо больше риск, чем тот, на который они готовы пойти. Да, вполне возможно, будет широкое движение подачи заявок на официальные согласованные акции протеста, как это сказал Надеждин. Есть все основания предполагать, что люди действительно начнут подавать эти заявки. Но это согласованный протест, а на несогласованный вряд ли. Вот, кстати, когда я говорил о перспективах регистрации Надеждин, Дмитрий, смотрите, я еще... Хорошо, что вы мне про этих сборщиков подписи, людей издававших подписи напомнили, я про них забыл упомянуть еще вот в какой связи. Они ведь все пойдут, если Надеждин будет зарегистрирована и дойдет до дня голосования, они же пойдут работать наблюдателями на участок, понимаете? В России порядка 100 тысяч вуиков участковых избирательных комиссий. Значит, подписи сдало более 200 тысяч. То есть уже сейчас людей, ну, как минимум по два человека на участок в среднем по России. Понятно, что они локализованы там неравномерно, но в среднем по России получается получается 2 тысячи... Получается, значит, по два человека в среднем на участок. Да, конечно, вот этот ДЭК не проконтролируешь, значит, но ДЭК будет применяться примерно в трети регионов страны, в двух третях его не будет. Да, права наблюдателя очень сильно ограничены в последние годы, внесены изменения в законодательство, которое ограничивает права наблюдателей. Трехдневное голосование очень сильно облегчает фальсификации. И тем не менее, значит, наблюдатели, независимые, реальные независимые наблюдатели на участках в условиях тех масштабных фальсификаций, которые необходимо будет путинскому штабу организовать, ну, конечно, это... Это серьезная угроза, да? Это еще один аргумент в пользу того, значит, почему я считаю, что власти, значит, ну, все-таки постараются Надеждина не допустить. Значит, знаете, еще какой есть шанс? Я как-то уже... Да, простите. Знаете, есть еще один шанс? Какой? На что? Вот если кто-то преподнесет Путину вот это так, что, дескать, Владимир Владимирович, ну, если вы не зарегистрируете Надеждину, то все решат, что вы испугались, ну, ему, что называется, важна под хвост может попасть, он же такой, типа, мачо, да, он же крутой. То есть, если это он воспримет вот как такой челлендж, типа, что, я испугался, вот, то тогда может пойти наперекор собственным интересам, да, то есть принять такое эмоциональное, иррациональное решение. Но, поскольку, повторюсь, на кону стоит все, буквально все, я все-таки думаю, что он, ну, там, знаете, уже навалятся там все эти Ротенберги, там, ковальчуки вокруг, отец родной, да ты что, не доводи до греха. Ну, то есть, все-таки, решение будет принято рационально, не под влиянием эмоций. Вот, как-то так. Сказал Ямы Борис Надеждин, вспомнил тоже, что еще у вас хотел спросить, вы слышали наверняка вчера новость про то, что движение Ямы Сергей Фургал признали экстремистским в Российской Федерации, и, да, на всякий случай... Нет, подождите, решение, по-моему, еще не принято, пока прокуратура только обратилась. Вас не проведешь. Не-не-не, вас не проведешь, да, подали прокуратура, 22 февраля будет рассматриваться в Хабаровском краевом суде, что на улице Тихоокеанской, насколько помню. Так вот, само по себе понятно, что это движение не существовало, но, как вы думаете, действительно, откуда идет инициатива? Это местная прокуратура, это местные какие-то следователи решили проявить власть, это на уровне губернатора принималось, или это из Кремля идет, вот так вот признавать несуществующее движение, признавать их экстремистскими? Я думаю, не из Кремля, а от силовиков. То есть, силовики, в принципе, везде завинчивают гайки. То есть, надо понимать, что в целом, их роль в российском политическом процессе существенно возросла в последние годы, особенно после начала войны. Они из вспомогательного политического инструмента превратились в главный политический инструмент. Если раньше главным был все-таки политический блок Кремля, там пропаганда, то теперь это все уже скорее такая дымовая завеса всего лишь над реальным, которым аспируют реальные действия. А реальные действия реализуют силовики. Ну, они вот так и действуют, значит, они там всех, всех, кто, как им кажется, несет какой-то риск, хотя бы просто на всякий случай сразу там всех запишут в экстремисты. Кремль не будет это делать, потому что Кремль понимает, как работает общественное мнение, а силовики не понимают. Это надо понимать вот это вот, принципиально разные вещи. А, значит, Кремля понимает, что, ну, такие вещи, они просто ведут к дискредитации самого понятия экстремизма. То есть, ну, что, у вас на кого не укажешь все экстремисты? Да, ребят, да вы сами экстремисты получают. Если у вас куда вот не посмотри, везде экстремисты. Ну, потому что это же все видели, что это абсолютно, во-первых, ну, такое вот народное, что называется, внутренняя история, что действительно народ там вот провинциальный, как раз вот та самая глубинная Россия восстала. Во-вторых, это был принципиально мирный протест. Ну, какой экстремизм? Экстремизм все-таки с точки зрения, значит, ну, базовых, значит, смыслов, которые в русском языке в него заложены в это понятие, да, он предлагает какое-то насилие, предполагает какой-то элемент какой-то насилия, да, даже если не актуального насилия, прямо здесь часть, но движение в сторону насилия. А там они, ну, это же были принципиально мирные люди, они же там ни с кем не дрались, там, ни на штурм здания, там, администрации областной, там, они не шли, значит, ну, то есть, башкиры там, которые восстали в Баймахе, ну, если их объявят экстремистами, в этом будет какая-то логика, они там действительно дрались, камнями кидались, да, из трех машин разбили, даже для ОМОНовцев там в какой-то момент гоняли по кругу, вот, а тут ничего этого не было, все видели, вся страна это видела, вообще, опросы общественного мнения в тот момент всероссийский, Леват-центр проводил тогда, показали, что значительное большинство россиян сочувствовало протестующим, и тут их экстремистами объявляют, да, и поэтому это штука, которая, ну, делегитимизирует режим, делегитимизирует власть, и в Кремле это понимают, да, и раньше бы они такое дело не одобрили, а сейчас их уже не спрашивают, силовики сами действуют, как считают нужным, а они, ну, только вот так и умеют, да, они ничему другому не обучены, они умеют только, значит, там, арестовывать, сажать, вот, ну, такие держиморды, в общем. В тему регионального протеста нам только что прислали платный вопрос, Таня Пекала, 10 евро, доброе утро, Аббас, что вы думаете о протестных настроениях Татарстана? А существуют ли они, я вас спрошу? Ну, вообще под спудом, конечно, они существуют, вот то, что я говорил об Аштирском протесте, о недовольстве федеральным центром, вот этой политикой сверхцентрализации путинской, унитаризации, для Татарстана это недовольство еще в большей степени характерно, вот это вот, значит, два последних действия федерального центра, последние, это лишили регионального руководителя названия, ну, отобрали право называться президентом, да, это было воспринято очень болезненно, и предпоследнее действие федерального центра, когда национальные языки перевели статуса, значит, обязательных к изучению в школах, в необязательные, значит, это тоже было воспринято очень болезненно, да, ну, то есть, как бы, в Кремле сделали наш язык языком второго слова, то есть, русский теперь обязательный для изучения в республиках, а татарский необязательно, то есть, эта штука, ну, во всех национальных республиках, так сказать, вызвала недовольство, а в Татарстане особенно, вот, поэтому подспудный протест, там, конечно, очень сильный, подспудное такое недовольство есть, оно есть и в элитах, и в основных группах населения, я помню, был момент, я там, значит, это было где-то в районе, если ошибаюсь, 15-го года, ну, там, плюс-минус год, я чуть-чуть участвовал в одном проекте в Татарстане, и социологию я там уж не увидел, я помню, там, уже тогда начиналась обсуждаться вот эта вот попытка центра заставить, значит, отказаться от названия президент должности главы региона, и как раз перед этим в Башкирии отказались от этого, да, и Татарстан был последним уже регионом, который сопротивлялся, то есть, эта тема тогда встала в повестке, я помню, вот эту социологию, я очень хорошо помню, что, фокус группы, я помню, что не только этнические татары по этому поводу возмущались, а русские люди, вот там, с именами, там, не знаю, Сергей, там, Наталья, там, да, вот они, они говорили то же самое, что, какого черта, что это они за нас там в своей Москве сидя решают, значит, как у нас это будет называться, кем они себя там считают, что за мессии, там, вот, такое прям раздражение было повсеместно, да, и такие вещи, они, они, они копятся, они копятся подолгу, помните, Дмитрий, как начиналось движение за соединение И4 от Российской Федерации в начале 90-х, они, один из главных аргументов, были сталинские, была сталинская депортация 50-летней давности, сказалось бы, предание Сталины глубокой, нет, вытащили, оказалось, что это абсолютно актуальная политика, вытащили из загашников памяти и предъявили, да, и сказали, не хотим мы с вами жить, вы вон какие, поэтому эти истории, они копятся и в какой-то момент прорвут, я думаю, сейчас в Татарстане за башкирским протестом наблюдали, так сказать, с таким изумлением и даже где-то в зависти, то есть, что-то мы отстаем, как-то, да, там, башкир уже он, ого-го, значит, на коня сели и поскакали в степи, а мы тут, значит, сидим еще на кухне, там, так сказать, беляши едем, там, поэтому подстудный там, 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 там призрак не коммунизма, а призрак сепаратизма, там, там бродит уже по Татарстану. Это ценно, потому что я постоянно смотрю, что, в Башкортостане какие-то протестные акции происходят, и Куштау, и так далее, в Татарстане в последнее время не помню никаких, кроме тех времен, когда там был штаб Навального и выводил людей на протесты, но, да, давайте выскажите. Дмитрий, да, извините, да, я просто хочу пояснить, что там качество политического менеджмента очень сильно отличается, то есть, в Татарстане там, там руководители, руководство и менеджеры, которых они набирают. Я вот, ну, я и в Башкортостане работал, а с Татарстаном я общался и внимательно за ними наблюдал. Значит, там отношения, надо понимать, между Башкортостаном, ну, там они друг друга в поле зрения всегда держат. Вот, поэтому все, кто интересуется политикой в Татарстане, в курсе того, что происходит в Башкортостане, и наоборот. Вот, и там качество политического менеджмента просто на порядок выше. Значит, они не действуют топорно, они гораздо более гибко действуют, в Татарстане, чем в Ашкирии. Поэтому Хабиров просто на все, какие возможны, только синяки и шишки там на этом пути, да, вот он их собирает и набивает, так сказать. А в Татарстане они просто более умно действуют. Но это не снимает стратегических противоречий, потому что эти противоречия формируются федеральным центром, они не зависят от руководства Татарстана. Те могут чуть-чуть сдемпфировать, смягчить, так хоть и они это делают. Вот, то есть Хабиров федеральные ошибки усугубляют, ухудшают, а Миниханов, значит, со своей командой, он их наоборот смягчает, демпфирует. Но поскольку проблему создают в Москве, то в конце концов это все равно там рванет. Все, извините, вот что перебил. Не-не, да, спасибо за ваше экспертное мнение. Вот еще по поводу менеджмента вы говорили, да, мы назовем его менеджмент, но если сравнивать с Чечней, там менеджмент был бы здоров, все-таки Джохар Дудаев, да, который возглавлял это все, генерал авиации целый, а в Татарстане, да, сложно будет найти человека, который сейчас в нынешних условиях бы что-то возглавил и повел. Не то, что я говорю, что нет перспектив, но согласитесь, да, в том числе из-за этого будет сложно конвертировать ситуацию как в то, что было в начале 90-х. Да нет, почему-то Миниханов с удовольствием не сомневаюсь. Дудаев, он же тоже не сразу стал скипаратистом, вы сами только что скажете, он был генералом Советской Армии, вот, ну то есть генерал, военный, это же вообще костяк, так сказать, государства, да, человек, который, ну, жизнью готов рисковать, так сказать, жизнь на алтаре Отечества, личную жизнь кладет, да, вот, поэтому уж невозможно найти более патриотичного патриота, так сказать, чем военный, тем более военный, так сказать, заслуженный генерал, там, да, вот, и уж если он оказался сепаратистом, то это значит любое на самом деле может, вот, и все лидеры сепаратистского движения тогда вот 80-х, 90-х, ну не все, но большинство, и в СССР в целом, и в России в частности, они выросли из бывших, там, первых вторых сепаратарей, из партнерной венклатуры, там, посмотрите на биографии вот первых лидеров стран СНГ, вы увидите, что большинство из них, там, таких, как Назарбаев, да, они, они не, они когда-то присягали, так сказать, Советскому Союзу, верно ему служили, а потом обстоятельства изменились, и они же все это и развалили, то есть там на самом деле даже не надо будет каких-то людей со стороны, будут, начнут новый процесс рефедерализации, я надеюсь, то развал все-таки не дойдет реального, да, но рефедерализация, резкое ослабление федерального центра, движение за, значит, возвращение в регионы полномочий, финансов и так далее, это все возглавит, ну, во многих регионах, не везде, но во многих регионах, возглавят местные нынешние путинские элиты, те, которые более-менее ушлые, конечно, те, которые совсем, значит, дубы такие, вот, они, они уйдут, конечно, да, а те, кто захотят остаться, они начнут адаптироваться, перестраиваться, да, и сами же впереди толпы побегут, помните, как у Остера было, никогда не, если хочешь первым встать в рядах своих сограждан, никогда не устремляйся, за бегущими вперед, через пять минут ругаясь, побегут они обратно, и тогда толпу возглавив, ты помчишься впереди, а вот так и будет.